Здравствуйте, дорогие зрители! Я приглашаю вас с нами на виртуальную прогулку по национальному парку Тель-Йот-Фат. Этот парк находится в Нижней Галилее, недалеко от Мушава, который называется Йот-Фат. Это место очень интересно тем, что оно хранит в себе печальную часть истории еврейского народа. Ну, начнем с того, что первое поселение в этих местах появилось еще задолго до захвата землеобетованной еврейским народом под руководством Иисусом Навином. И то есть, получается, после того, как еврейский народ спустя 40 лет в пустыне достиг землеобетованной и уже начал завоевывать, уже к этому моменту данный город существовал. И в какой-то момент он очень сильно разросся до такого момента, что там проживало более 40 тысяч человек. Город был обнесен высокой крепостной стеной, и он находится на холмах, в принципе, это как раз и содержится в его названии. Тель переводится как холм. Итак, мы с вами теперь поднимаемся на холм, где поговорим о той части истории данного поселения, о том периоде, когда оно было захвачено римскими войнами, легионами и было разрушено и сожжено дотла. Очень печальная, конечно же, история. Итак, это произошло в 67 году н.э. и об этом описывает Иосиф Лави в своей книге «Иудейская война». Именно там он рассказывает о восстаниях 66-71 годов, упоминая там Тельютфад. Именно там он говорит о том, что в 67 году во время восстания в городе погибло 40 тысяч человек, и 1200 женщин и детей были взяты в плен. Этот город, он был достаточно стойким во время осады и выдержал в осаде 47 дней. Но в результате все равно он пал и был разрушен и сожжен дотла. Но спустя какое-то время город был снова восстановлен, но потом опять, к сожалению, разрушен. И в современной истории он был снова восстановлен на соседнем холме, видимо, шава или сельскохозяйственного поселения. Это произошло в 1960 году. Но также среди жителей города были те, которые не могли смириться с тем, что город будет захвачен, и они, к сожалению, покончили жизнь самоубийством. В городе Тельютфад есть много интересных мест. Одно из них, точнее, несколько мест, где сохранились древние цистерны. Там мы видим то, как народ собирал воду дождевую, и не только, и как ее уже доставали оттуда. Есть три вида цистерн. Есть одна из цистерн, в которую спускаются ступени. Есть другая в виде колодца. Есть еще одна третья, которую обнаружили, которая как бы что-то среднее между колодцем и возможностью на ступенях спускаться. То есть там ступени до определенного уровня. Это само собой разумеется, что цистерны были необходимы, потому что население города большое, и рядом мы не видим никакого источника дополнительного воды. Здесь мы видим, что рядом с колодцем есть микве. Это ритуальная ванна для ритуальных омовений. И получалось так, что если не хватало дождевой воды, то воду в микве наполняли из колодца. Для того, чтобы можно было совершить этот ритуальный обряд омовения, который является частью культуры евреев того периода. В целом, парк очень интересный, и много археологических находок было в нем сделано. Также, когда мы доходим до жилого района и видим те места, где были дома, рядом с многими домами также находились цистерны, где собиралась дождевая вода, и были ритуальные ванны, то есть миквы. Мы были там весной, поэтому видели очень много цветущих растений вокруг. Природа просто благоухала. Это был конец марта. Цвели и деревья, и цветы, и свежая зеленая трава. Весна вообще одной из самых прекрасных времен года в Израиле, когда все цветет и благоухает. Здесь вы видите братскую могилу жителей города. К сожалению, когда город был захвачен, то было убито очень много людей. Их тела просто остались лежать на улице города без того, чтобы их должным образом похоронить. И спустя какое-то время после осады города, евреи из соседних мест вернулись для того, чтобы собрать уже остатки этих людей, кости, и похоронить в одну братскую могилу, которую вы сейчас видели, это как доказательство того, что здесь произошло это событие. И были убиты очень много людей, мужчин, женщин, детей. Их кости покоятся в общей могиле. Также во время раскопок были найдены свидетельства того, что люди там проживали, свидетельства их повседневной жизни. Были найдены дома, разрушены печи, керамика, каменные сосуды, ткацкий станок. И здесь было понятно, что в данной местности процветала ткацкая промышленность. И также во время раскопок было явно понятно, что дома были разрушены, потому что находили наконечники стрел, и вот эти вот камни, которыми забрасывались из катапульты стены домов и разрушались. Вот. То есть очень много свидетельств такой вот трагической гибели города. В любом случае, это очень красивое место. Всем советую туда приехать, прогуляться, посмотреть, изучить историю. Конечно же, очень печальная судьба данного поселения. Но здорово, что нашлись люди, которые решили восстановить имя данного поселения, и напротив этого холма, над соседним холме, построили Машав, такое небольшое поселение сельскохозяйственное, и дали ему то же самое название, Йотфат. Спасибо всем за внимание, если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.